Мы собрались здесь в этот праздничный день, первый день после Рождества Христова, который тоже является днем празднования этого великого события. События, когда Господь Бог сам пришел в мир и стал человеком. Стал таким же, как мы с вами. Причем стал таким же, как мы с вами, начиная с самого-самого день. Он родился, как родился каждый из нас. Он жил, он растал, у него были такие периоды жизни, как и у каждого из нас. И он потому нам близок и понятен. Он пришел для того, чтобы показать нам, какими должны быть мы. Он просто жил, но он жил так, что и дал собой образие жизни. Он для нас всех пример. Но не только в том дело, что он для нас пример того, как мы должны себя видеть. Он еще для нас пример того, как мы должны относиться друг к другу, как мы должны друг друга любить. И в том, что и была любовь Бога в первую очередь для нас понятна его любовь, что он стал одним из нас. Он хочет, чтобы мы были к нему ближе, чтобы он для нас был понятен. Он хочет, чтобы мы друг с другом были близки, чтобы мы радовали друг друга. И сегодняшний наш праздник – это еще один способ, еще один вариант как раз и принести радость и любовь друг другу. Я поздравляю вас с этим великим праздником. Хочу, чтобы вы радостью этого праздника шли по жизни и не забывали о том, что Бог принялся. Сейчас мы правильно помолимся, поем празднику, тропаем особую, молиться. И потом мы будем праздником. Давайте встанем. Песня. 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 Рождество Христово 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 Ясный новорождённого царя. Волшами вещи сон разгнал, Отбрился Бог своим рабам, И смирно золото и ладо, И не несутки его стопам. Матерь с неблитых красках, Небесную лучку светит вновь, В отча креста предвечный рад, И улыбки вечная любовь. С Рождеством и вся Россия Вновь святой и древней граммой. Звон, служение литургии, Блеск свечей и фемиал. На Амвониш, фемиале, Точно в облаке стоит Добрый Батюшка. С любовью он народу говорит. В одном месте прошёл слух, Что Спаситель придёт в этот город, Сам Христос. А кто хороший человек, Благочестивый человек, Он придёт в гости к нему, А он каждый день к нам, Каждый час к нам. А у этого человека благочестивого Будет мы с вами. Славы все, кто хороший человек, Благочестивый человек, Славы все, кто хороший человек, Славы все, кто хочет, Субтитры подогнали Симон. А вот прекрасный пример. Идет мужчина, вдовец, похоронил жену, ребенок Васютка, годов восьми. Мальчик маленький. Ну, вдовья жизни, сами знаете, пока это. Завтра Рождество Христово. А Вася-то сегодня говорит, обязательно придет папка к нам спасите. Да полно, Вася, тятя, придет спасите. И ждет. Нету. Уже вечер. Глядит, а на улице-то ребятишки бьют какого-то мальчишку. Васька был здоровый, растолкал мальчишек. Кому морду набил, кому пендеры дал, всех этих разбойников раскидал. Мальчишку привел домой. Избили тебя. А мальчишка еще прекраснее. Вечер умыли, причесали, напоили, накормили. А он говорит. Папка, у меня двое сапог-то. А у мальчишки-то и пальцы вываливались. Отдадим валенке тебе. Вася, я ж твоей воли не отнимаю. Пожалуйста, отдай валенке. Мальчишка сияющий, радостно ушел. Добрые люди. Прошло несколько времени. Васек ждет спасителя. Идет мужчина и говорит. Добрые люди, завтра Рождество Христово. Покормите, поесть, охота. А взял. Да, милая дедушка, да дай тебе, Господи, здоровья. Накормили, напоили. И с собой бабушников дали. Ушел старик радостный. Васька ждет Христа. Нету. Ночь. Фонари загорелись, а горят. Вась на окошко бледит. Господи, милостивая царица небесная. Какая-то женщина, папка, какая-то баба стоит у столба-то. Да и с ребенком пойду. Известно, какую-нибудь пьяницу морду начесал, да и выгнал. Бабка. Человек она. Прилел ее в выставку. Накормили, напоили. Ребенка приходит. Чего делать? Опять говорили. Дядька, куда же они пойдут? Мороз-то в метель. Пускай ночуют. Так пускай. Успокоились, усмали. Снится Васеньке этот сон. Пришел сам Христос. Обласкал его. Чадо ты, милая, будь ты счастлив на всю свою жизнь. Господи, а я тебя днем ждал. Я к тебе три раза приходил. Дорогой мой, ты три раза меня принял. Ты три раза меня благоволил. Господи, я не знал. Вот не знал, а принял меня. Первый раз ты не мальчишку спас от рук ребятишек-хулиганов, а меня спас. Как и я за плевание и раны принял, так и мальчишка этот. Будь счастлив, мой родной. Господи, не знал, я бы им все зубы повыбил. Ух, а второй раз, Господи, когда ты ко мне приходил? А второй раз мне нищий. Это я к тебе приходил. А вы сами-то корочки ели, а мне папушников самое мягкое отдали от сон. Ну, Господи, ну а третий раз, может, я бы тебя и узнала. А третий раз я у тебя и ночевал с причистой ты своей матери. Как? Она бегала в Египет от города, так же и я пришел. Наше сердце те же ясли. Пусть Господь возляжет в них, пусть Его благословение наши души оживит. Пусть по всей Руси великой льет вам пады тихий свет, и несется в жизнь молитва. Слава словная от всех. Ну, как бы я хотела влиться в земле ясно, и не смешал Христос-младенец, и с борьбой припасть в Мои сводом, чтобы погашить, и злобой, и граждан, в граждан, в граждан земной ночи. Чтоб человек в страстях отсловленный, всталый, и с сердцем, и заслой, и с толковой борьбой, забыл столетие больного идеала, и вновь проник с секретной веры на святой, чтобы ему, как пастором смиренным, в рождественскую ночь, с небесной высоты, звезда, огнем своей священность, весной обновленной и гражданой красоты, чтобы его, усталого, водного, определенных пасторей гражданских волков, она вела душу в граждан стол, туда, где взялись и правда, и любовь. Все были времена чудес, забывались и швы пророк, сходили ангелы, с небес, звезда катилась в пусток, мир искупления от него, где михияж и христилима, и спешка временного Эдема, Владимир с днем расширял, и принял подождение плава пилючего и пустынца. В эту ночь семья была на улыбке, лес большой декорной звезды осуществил в горе и селении города пустыни и сады. А в пустыне наблюдали львицы, когда ранее дивными полми двигались бесшумно колесницы, влажно сведерблюды и славы, вечере большого каравана, успевнейший взор и небосклон. Либо в пазоте и в тюрьмах ехали по будинам покой, а в пещере дешеночный газ не плакивали, умигая и чезя, там не глядывали в яссо достающее прекрасное дитя. В эту ночь вся тварь не забывала в день, пели птицы под нашим грехом, извещая всем благоволение наступление мира, чем в душе. Если в этот день на время вспомнит кто-нибудь из вас про младенца в флиере, чудно-радостный рассказ, если сердце в нем забьется точно птица за окном, но в пустую вознется ангел ласковым крылом, если вдруг как запах стада, как дыхание в тенка, в сердце кроткая от рада долетит издаряка, и в душе плотно и жутко, словно кто-то ходит там, это сам Христос малютка постучался в сердце в холоке. В таком рождественном я жла, под вверху детской кола, и с ним у вас словно звучат «Жизнь ворота» безуметь объединяет звучит призыв «Мемы зверей и счастья всем». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все были заняты приготовлениями к празднику. На санях везли пахучие елки, час назад срубленные в пригородном лесу и все еще припорошенные пушистым снегом. Детвора радуясь долгожданным каникулом и морозным солнечным днем играла на улице. Дети скриком бросались снежками, катались по скрипучему снегу на санках. Снег искрился в лучах заходящего солнца. И хотя было холодно, на улицах было полно народа. А в то время, когда дети резвились на улице, хозяйки поспешно заворачивали рождественские подарки и укладывали их под елки. все это мне надоело. Стены этим опостыли души и какого-то снообразия в жизни. Все царствует о царстве. Хоть бы с простым народом пообщаться, что ли. Царь, батюшка, тракетный лист подписать надо, ведь Рождество скоро. Все сам, все сам, пригласительный, меню всякий. Студент ой, 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 а вот ты как на моем месте постудент раз вместе с твоими друзьями или где? Ой, я бы царь, батюшка, на вашем месте. Я бы... Ничего смешанного. То есть у вас пойдут всякие. Они мне нужны. Я все-таки уважаемый человек? Уважаем. Списай. Царь. Нет. Надо я его все. Хочу бы смотреть, как простые люди живут, которые здесь попразднуют. Еще я не в суду. Слушайте тебя, батюшка. М�ые путы. Еще считай. М�ые путы. М�ые петли – cyк ревую часть И мечты. Да, что есть, что есть? И habla я вытащиться, Ониamic değerные пуляции. Все, что может простощаться mij backgroundгуда думать. Ухо, Охо. Ага, что сломали. Звучит музыка. Это что это вы вздумали в одежду простой людей наодеваться? Вас будет тяжело узнать. Может случиться, что вас кто-нибудь обидит. Вы бы хоть солдат для охраны взяли. Эх, мне никак не надо. Ну тогда и все узнают, кто они такой. А я хочу посмотреть, как простой народ. Разнуют прождество и слова. Тогда и я с вами. Нет. Ну возьмите меня. Нет. Ну как же можно вас одного бросить? Вы же долго не протянете. А кто, например, вам вещь в этой будет? Найдется кто-нибудь, который стоит. А где будет ночевать? Где вы хочу, там из Голи. А кто вам в касту на ночь расскажет и подушечку взорвет? Жили-были, бедушка, да отстань ты со своими в области. А кто-то хоть в карете отправится в путешествие. Не может царь батюшки в таком наряде без кареты и без охраны. Нет. Я хочу... Или приготовить самый обычный дорожник в сане. Слушаюсь, царь батюшка. Вы хоть денег в дорогу возьмите. Я хочу... 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 Это как? Что там? Деньги давай. А где взять? Скажите, какой... Заработай. Так. Зарабатывать я не умею. Что делать? Так. О. Я тебе денег дала. Ну ладно. И на зимуська. Вот. Пойдем вперед. Вот вам. Пойдем. Писать тысяч долларов. Я обманула. Но я... Женщина честная. Мне лишнего не надо. А чего это вы изволили пирожки? В грязную бумагу заворачивать? У вас что? Простой. Чистой. Бумаги нет. Мужик как мужик отомашенный, как у настоящего барина. Можно их чисто. На это 10 копеек стоить будет. Будешь 10 копеек переплатить, чем с корязной бумагой собрать. Чистой. Чистой. Не здоровья. А вы тебе дайте, что есть полотина. Я не знаю, как тебе с покупателями расплачиваться? Все сдачи у меня забрал. А может еще выше? Нет, не хочу. А не позволите ли здесь присесть? А? Присесть, Калорий, не позволите ли? А, ну садись, садись, поехать у меня не будет. Ты лучше расскажи, откуда ты, кто? Я? Да? Не место я. Приездом в стержень, привет. Как-то есть приют, а в гостинице? Есть, но она в конце города. Ну ладно, пошел я. Порошки вкусные, пороша, шапочки, шапочки, ткани, 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 ткани. М, а где Шелеха? Кольцов, Т. Пошли ко мне, у меня тепло. Там есть все. Благодарствую. Ты реально замерз я. Что-то надо делать. Пирожки, все, пирожки покупайте. Дорогие барышни, не дадите ли вы мне за мою шапку несколько монет, чтобы я мог по уши на эту пудель запустить. Маменька, вы так изгляните, что я бродяга придумал. Да нужна нам твоя шапка. Места нет. Да, но мне негде перезачивать. Сказала, места нет. Иди, пожалуйста, комнат сюда. Сегодня генерал с женой приехал. Очень важные люди. Дорогие барышни, не позвольте ли вы мне приночевать у вас в доме, но просто уйдите. Ксения, один дом и вынес остатки еды. Это мы нищими. Увы, я скормила остатки еды собаками. Так, где же мы пьем? Всегда наш путешественник ходил от дома к дому, стучал в двери, но никто не ходил. Кто там? Добрый вечер. А не пусть теперь у меня приночевать. Папа, тут дяденька просится погреться. Пустите его? Пускай, конечно. Мороз какой. Ладно, проходи сюда. Хоть порядок у вас будет, однако. Сразу видят хорошие мои животные. Вот. Проходи сюда. Садись. Да ко мне поближе. Меня Иваном звать. А вот жена моя, Анастасия. И дочки мои, Акаша, татосинка. А это старший мой, Емельян. Ему больше всех остается. Ведь я рано утром на работу ухожу. И очень поздно вечером возвращаюсь. А он матери совсем по дому помогает. А он тебе публик. Как звать? А, меня Александром звать. Славные у вас ребята. Я тут путешествую. Много к тебе бывал. Много чего видел. Видел, как люди смотрят в бедности и в богатстве. Да одно тревожит меня хозяин. Что же? Перевелись, то приюди на земле. Жестокий сердце их станет. Это да. Это да. Ай, вот согрелся я. Пойдем в дорогу. Что ты? Метей-то какая на дворе. Что он каких-то гроба навелок? В эту глубокую погоду даже столько земли на базу на улицу не выделил. А ты иди сюда за газу. Садись в столу. Вот и жена, что и щи подогрела. Ты в глубокатре, в глубокатстве не оставишься. У нас заночуешь, а завтра так был день и пойдешь. Вы хозяю как-то. Но у вас есть торте. Тесноте да не водите. Вместо мы тебе найдем. Ой. Ответа тещей, горячий дядюшка. Согрейте. Вкусные. Почему это вы торте с кота не празднуете? Что-то елки у вас нет. Да и подарков не видно. Тесноте с кота празднуем. Но у папеньки денег нет. За елку нужно платить. Леснее чему? А подарки нам всегда очень теплые руки. А мне нравится, когда папа нам рассказывает историю о мальчике Христе. А вы знаете, когда родился Иисус? Да и когда, и как знаю. И с удовольствием прочитаю вам эту песню. Долго. Так. Так. Давай. Давай. Стоп минуту, подожди. Подожди. Ты что, грамотный? Читать умеешь? Да, с удовольствием. Ну, давайте. Здравствуйте. Мы пришли из Назарета для переписи. Потому что я родился в Ефрееве. Вы не знаете, где можно найти место для ночлега? Мне очень жаль. Но у меня в доме все места занято. Спросите у этого человека. Это мой сосед Матфей. Мир тебе, Матфей. Мы уже долго в дороге. И не просим твоего в гости приимства. Из приимства? О, нет, нет, дорогой. Нет ни одного свободного места. Из-за этой милипси ко мне в дом переехало все, что у моей жилы. О, неужели я все это выиграл? Идем, Мария. Бог покажет нас будет. Он позаботится о нас. Уважаемый, мир тебе. Прошу прощения за поздний час. Но я с женой пришли на перепись из Назарета Галилейского. Моя жена очень встала. Прошу тебя, не откажи вместе до ночи лета. О, рад видеть тебя, достойный по домам Галиле. Но, к сожалению, мне осталось ни угла свободного места. Очень много пришло народа. Очень много. Похоже, мы не нашли ничего более. Ммм, как жаль, но все мои комнаты заняты. Ни одного свободного места нет. Ни одного места. О, неужели нам придется ночевать на улице? И ребенок должен будет родиться под открытым небом. Что же нам делать? Ммм, есть здесь у меня недалеко хлеб. Если вы согласны, то можете там остановиться. Согласны. Конечно согласны. Покажи нам путь. Слава Богу, позаботится она. Поэтому не будем делать за школешки с ним. И все с вами станет. Давайте наши музыки Skyrimkava. О, лет patheticей нашего эмоции. О, лет СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Неужели действительно младенец лежит в вислях в плеву? Мир вам! Как мы рады, что нашли его! Это наш спаситель, который есть в Пистос Господь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОКО horsesved速ес. Вы, бог вы из восточных стран, где люди давно по звёздамNO-грищики, что должен родиться сами пилдейский, который принесёт спасение всему миру. Мы хотим увидеть царя, посланного Бога. Но не знали, как найти его, из лета при Ивановской облудовке. Вера, дала мне силу, чтобы пройти этот путь и преклонить ног твои и твои колени. Я хочу отдать тебе мое сердце. Переношу дар золота и преклоняюсь тебе. Всю мою жизнь ей стал вечным. Об этом я молился Создателю. Сейчас он ответил мне. Мои глаза видят царя и беру священника. Поклоняюсь тебе. И я поднешу мою жизнь. Отдаю дар вам. Создателю и сын, через жизнь я поняла святых моих Создателей. Мои колени не клонялись перед видом. Я захороню вашу форму и сюда. Переношу тебе дар золота. Дети внимательно слушали рассказ гостя. История Рождества была знакома им уже давно. Но в этот вечер она подключала для них по-новому. С сердцами наполнения благодарностью Богу за рожденную Христа, Дети, в Узбеке, в Узбеке, в Узбеке, в Узбеке, в Узбеке. Я ночевала, когда у меня на пучке. Узбай, покупайте ткани. За русские ткани. Шапки, шапки. А там, бля, до 4 рублей. Купите эту ткань. Это будет отличный подарок вам. А это шапки, а ты же не говоришь? Смотрите-ка, все, у меня покупали. С рождества. Спасибо. Что случилось? Почему звонит в Узбеке? К нам в город леет царь Александр. Готовьтесь к встрече Его Величества. Почему царь избрал не за наш город? Полагаю, царь знает, какие места лучше в городе. Только жаль, что нам не сказали раньше в этом. Ведь царь редко приезжает сюда. Как вы думаете? Не знаю. Полагаю, есть важное дело у царя батюшки. Ой, смотрите-ка. Сирия Ивановых выкатил на улице. Лучше бы спрятались в домах и не позорили нас. Батюшки, его величие стоят. Я сама его карету видела. Дорогу царю батюшки. Отнимись, Иван. Узнаешь ли меня? Конечно, царь батюшка. Как вас не узнать-то? Помнишь ты, как я был устранен у тебя вдоль? Нет. Если бы такое было, я бы запомнил. Ты увидел дом странника, осягшего повода. Ты на карнинке его сокрел. Осталось учевать. Это был я. Я пришел поблагодарить тебя. Ну что, народ русский, не узнали своего царя? В мире был, и мир через него начал пройти. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хатения плоти, не от хатения мудра, но от Бога родились. Роли царя Павелка 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 Павелка. Роли-Сначения Poplarad's name ben BS. Я luckily Ben! Роли-Страшника, одного из волков, постуха, Матвей Луканин-Андрей�. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Голи слуг царя и участники гугольного спектакля Бажена Воксения, Логина Бадарья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ